И тем не менее, в основном режим тишины соблюдается. Люди, которые несколько месяцев прожили в подвалах, стараются хоть в новогодние дни забыть об обстрелах и разрушениях. Их главная мечта – подарить праздник детям. Для этого взрослые готовы за много километров ехать в Донецк, где после долгого перерыва открылся цирк. Репортаж Дениса Давыдова. Цирк приехала в Донецке ни одной афиши. Печатать их не на что. Нет денег. Из рекламы только короткое сообщение на местном телевидении, а дальше – сарафанное радио. Соседи и родственники рассказывали друг другу про артистов, которые веселят в Донецк. После него проезжаем. Но когда цирк откроют, когда цирк откроют, наконец-то открылись. Очень большой сюрприз. Дочка очень рада. Да и мы рады. Табличка закрыта висела на цирке последние 8 месяцев. Артисты перестали выступать, как только на Юго-Востоке начались бои. Сейчас они снова парят под куполом, жонглируют, руками гнут металл. Дать людям хотя бы на эти 2,5 часа представления, дать возможность забыть о всем том, что на всем том кошмаре, который происходит вокруг. Сейчас коммерческая составляющая здесь копеечная, потому что мы поставили минимальный. Мы таких цен никогда в жизни не ставили. Низкий поклон артистам, которые согласились работать практически бесплатно. В программе задействованы не только местные артисты, но и московские. Их пригласило руководство Донецкого цирка. Правда, на опасные гастроли согласились немногие. У тех, кто осмелился приехать, путь к манежу вдоль разбитых домов. Ну это вот вообще, конечно, это ужас. Чувствуется напряженная здесь ситуация, там глядя на людей, там вот так. Но тем не менее, тем не менее, замечательно, что все-таки жизнь идет здесь. Ну а как, конечно. Жизнь идет, продолжается жизнь, она должна продолжаться. В Донецке у них 11 представлений, каждый день почти полный зал. Зрители не только жители города. Ради цирка на опасную дорогу решаются семьи из близлежащих поселков. Мы не знали, выедем, не выедем все из сыноватой, тяжело. Праздника хочется, война уже надоела нам. Зритель соскучился, это чувствовалось. Все соскучились по доброте, все по ночам. По зрелищам, не то что прятаться. Здесь, если и плакали, то только от смеха. Дети и взрослые радуются одинаково беззаботно. Зал ликовал, когда на сцене объявили дуэт «Бим» и «Бом». Они тоже гастролеры из Москвы. Публика не знала, что «Бом» их земляк. Валерий Бульхин родился в селе Снежное. Мои здесь родственники. И я с удовольствием сюда ехал. Будут стрелять, не будут стрелять. Я знал, что мы едем работать, чтобы они забыли про вот эти страсти всякие. Помогли нам вернуться немножко к жизни, что наши дети начали улыбаться, начали чему-то радоваться. Когда в цирке, ты забываешь обо всем, что цирк – это колдовство. И отвлекает от всего абсолютное. Когда новогодняя программа закончится, цирк обещают не закрывать. Если перемирие продлится, в феврале здесь ждут новых артистов. Денис Давыдов, Вячеслав Черешко, Илья Репнин, Первый канал, Донецк.